Военно-воздушные силы Казахстана получили уже третий по счету военно-транспортный самолет С-295. Как известно, два других поступили на вооружение пару лет назад. В соответствии с контрактом, заключенным казахстанской стороной с европейским концерном Airbus Military, всего для наших вооруженных сил должно быть поставлено 8 таких самолетов. Предполагается, что они полностью заменят парк устаревших советских транспортников, которые долгие годы эксплуатировали казахстанские военные летчики. Подробности в репортаже нашего корреспондента Григория Беденко. В Алматинске международный аэропорт, где сегодня базируется казахстанская военно-транспортная авиация, новый самолет прибыл прямо с авиазавода. На его перегон из испанской Севилии, где расположены предприятия концерна Airbus Military, ушло 4 дня. Борт гнали с промежуточными посадками в Греции и Турции. Вместе с нашими летчиками в Казахстан прибыли испанские инструкторы. Они должны завершить процедуру передачи самолета после прохождения таможенных процедур. Если говорить о возможностях и способностях этого самолета, то надо отметить, что он может доставлять грузы или людей в любую точку. То есть мы говорим не только о подготовленных аэропортах, но и о грунтовых ВВП на различных высотах. Он доставляет как людей, так и грузы. Он может их десантировать. То есть это чрезвычайно универсальный самолет. За два года, прошедшие после того, как наши военно-воздушные силы получили СИИ-295, казахстанские летчики полностью освоили эти принципиально новые машины. Самолет компьютеризирован. Автоматика позволяет добиться хорошей устойчивости и управляемости, говорят авиаторы. Для его пилотирования достаточно двух человек. Кроме того, СИИ-295 на 42% состоит из композитных материалов, что позволило снизить его вес по сравнению с аналогами на 3 тонны и добиться большей экономичности. Очень современные двигатели канадского подразделения «Прэйт Уитни» позволяют добиться существенной экономии топлива, что очень важно для военной авиации. СИИ-295 должен существенно повысить мобильность казахстанских войсковых подразделений. Этот новый и очень современный военно-транспортный самолет способен использовать любой аэродром Казахстана, даже тот, где инфраструктура не менялась с советских времен. Но, конечно, главное его преимущество – это способность летать и садиться с грунтовых взлетно-посадочных полос. Своё мастерство в эксплуатации самолёта казахстанские экипажи уже показали на различных военных учениях – в боевом параде на полигоне в Атаре, а также в столице Казахстана. Причём лётчики на новых машинах успели поработать и за рубежом. Совсем недавно в Китае завершились очередные учения ШОС «Взаимодействие-2014», где с борта СИИ-295 десантировались на парашютах бойцы казахстанского спецназа. К слову, транспортник способен перевозить на расстояние в 1500 км почти 10 тонн груза или 48 десантников полной экипировки. Что интересно, третий самолёт, в отличие от первых двух, был адаптирован для казахстанских условий. Он имеет небольшие отличия, просто после первых двух самолётов мы немножко изменили некоторую конфигурацию, но это не коснулось основной базовой, лишь слегка. То есть именно для нашего адаптированного управления у себя здесь в Казахстане. Контракт между казахстанской стороной и концерном Airbus Military предполагает поставку к 2018 году восьми аналогичных самолётов. Четвёртый борт прибудет в декабре этого года. Сейчас очень активно идёт подготовка экипажа, в том числе и на базе Airbus Military. Следующим этапом станут тренировки наших лётчиков по схеме участия в специальных операциях, связанных с поддержкой наземных войсковых подразделений. Григорий Беденко, Канадки Гизбаев, Даняр Макатаев, Алматы.